Жихар Константинович, в составительном учете в РУД на основании абзаца 2-го закона Республики Беларусь об основе деятельности по профилактике правонарушений в связи с повторным совершением правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Жихар вез к России в Апинского района Павел Ермолюк в районном отделе милиции гость на редки. Был эмуляр, а сегодня беспрацовный по причине злоуживания алкоголем, позбавился не только працы, а и семьи. Четыре судимости, закрадя жир, регулярные пьяные дебоши, тем не менее, никаких виснов для себя мужчина не зарабил. Тому раз пора страпляет в сферу уваги правооховников. Я выпил, не пил долго, был я раносовского ряда, был месяц, пролечился, не пил, а вчера что-то что-то было. А что для себя, какой-то вывод сделали? Сделал, пока не выпил, а выпил и все. Таких граждан, как Павел Ермолюк, Упинский раус, что день тропляет больше за десяток, поставивши на кон усе за сгубную прихильность выпить, мужчины, а не редко и женщины, миновито в стане алкогольного опьянения издеясняют правопорушения. Большое значение в настоящий момент придается борьбе с алкоголизацией населения. В прошлом году сотрудниками отдела было осуждено в ЛТП 58 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Значит, в этом году тоже проводится активная работа на сегодняшний момент. Значит, сотрудниками отдела осуждено в ЛТП 8 лиц. Однако головная задача правооховников не покарать, а попередить. И в этом сенсе важная роль отводится рейдовым группам, которые регулярно работают в населенных пунктах района. Больше за две сотни злоуживающих спиртными напоями было зарегистровано и у Городишинским сельским совете, когда десятка из них были накированы у лечебно-прационной профилактории. В данном году даже уже осужден один человек, направлено дело в суд на второго человека, злоупотребляющего спиртными напитками. И подготовлено еще два, проведены первая комиссия в направлении ЛТП. К концу года будет осуждено до 10 человек. Подпильной увагой у правооховников и та категория граждан, которая наиболее часто изъявляется охвярами для злочинцев – пожилые, одинокие и одиноко проживающие граждане. Таких людей на территории Пинщины около 7 тысяч. Здравствуйте, заходите, уважаемые люди наши. Как дела? Да нормально, спасибо. Благодаря вам, тишина и покой. 99 выпадков злочинства, сдействованных в стане алкогольного опьянения, только за минулый год зарегистровали супрацовники милиции Брещины. С 20 до 28 выросла и колькость злочинства, вздействованных у относенных до состарелых граждан. Попередит тенденцию росту этой сумной статистики, что денная задача супрацовника у милиции в области.